На минувшей неделе автомобильная общественность вернулась к дискуссии о роли государства в экономике. И не даром, ведь флагман отечественного автопрома — АвтоВАЗ — вернулся под контроль государства. Рено передаёт в Тольятти бразды правления и право выпускать под маркой «Лада» свои автомобили — «Дастер», «Каптюр» и «Аркану». Поэтому рейтинг российского рынка вскоре могут возглавить не две и не три, а с десяток моделей «Лады». Но если облик будущих «Лад» примерно ясен, то судьбу перерождённого московского завода «Москвич» придётся писать с чистого листа. И обо всём этом мы расскажем в ближайшие 15 минут. С понедельника 16 мая АвтоВАЗ стал полностью государственным. Этому важному, можно сказать, судьбоносному событию предшествовала череда других. Итак, до сегодняшнего момента акционерным обществом «АвтоВАЗ» единолично владела московская фирма «Лада Автохолдинг», которая, в свою очередь, на треть принадлежала госкорпорации «Ростех», а 68% были долей группы «Рено». В конце апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров поспешил заявить, что «Рено» передаст свою долю «АвтоВАЗа» российской стороне, но с возможностью обратного выкупа. И вот теперь официально объявлено — отечественный автогигант со своими заводами перешёл под управление подведомственного Минпромторгу проектного института НАМИ. «Передача доли группы «Рено» государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АвтоВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил министр Мантуров. А вот шеф группы «Рено» Лука Демео прокомментировал события Витиевато. «Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение. Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом показатели группы и нашу способность вернуться в страну в будущем в другом контексте». В каком контексте планируют вернуться французы, глава компании умолчал. Но по официальной информации европейская страна получила опцион на право обратного выкупа — на возвращение бывшим партнёрам дали шесть лет. Сумма и условия нынешней сделки не раскрываются, но её уже одобрила Федеральная антимонопольная служба. Впрочем, некоторые любопытные детали телеканалу «Россия-24» сообщил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. «С компанией Рено достигнута договорённость о сохранении всей действующей линейки автомобилей АвтоВАЗа с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у АвтоВАЗа уже существовали». И в этих словах скрыта подлинная сенсация. Ведь совершенно очевидно, что под новыми продуктами подразумеваются преемник Гранты и новая Нива. Обе машины построены на платформе CMFB из ассортимента «Рено-Ниссан». А потому оставались серьёзные сомнения — не придётся ли замораживать важные для автогиганта проекты. И если верить заявлению господина Пака — нет, не придётся. Проще говоря, подробности последуют, как только новое руководство заступит на свои посты. И этому руководству предстоит решить весьма любопытную задачу — перенести на АвтоВАЗ сборку кроссоверов Рено из Москвы. Отдельно хочу сказать о возможности производства на АвтоВАЗе автомобилей Renault Duster, но под брендом «Лада». Об этом тоже соответствующая договорённость компании «Рено достигнута». Отметим, что чиновник сказал не всё. Как уверяют источники телеканала «АвтоПлюс» внутри ведомства, в Тольятти переедет не только новый «Дастер», но и другие кроссоверы французской марки — «Каптюр» и «Аркана». Главный вопрос — на каком конвейере они пропишутся. Технологически паркетниками легче дозагрузить линию B0, где главным действующим лицом является семейство «Лада Ларгус». Однако не стоит забывать, что полтора года назад под контроль автогиганта перешёл бывший завод GM АвтоВАЗ, где прежде выпускали внедорожники «Шевроле Ниво». И это хорошее место, куда можно переселить кроссоверы «Рено». К слову, штампованные кузовные детали для московских «Рено» поставляла московская же компания «Альфа Automotive Technologies». Однако основной владелец этого производства — японская корпорация IHI — некоторое время назад якобы приостановила деятельность своего актива. Сама «Альфа Automotive Technologies» сейчас хранит томительное молчание. Возможно, японцы продадут или передадут свою долю некой российской фирме. Ведь если АвтоВАЗу придётся заказывать новые штампы, то перенос сборки «Дастера» окажется просто золотым. На данный момент Николя Мор продолжает оставаться президентом АвтоВАЗа. Более того, на днях французский управленец даже встретился с губернатором Самарской области. Стороны обсуждали настоящее и будущее национального автопроизводителя. Впрочем, совершенно понятно, что Мору вскоре предстоит оставить свой пост. А вот кто займёт вакантное место — неизвестно, похоже, никому. Во всяком случае, и авторитетные источники, и анонимные телеграммщики называют самые разные фамилии. Между тем, заграничные менеджеры в России работают. Хотя волна отставок ещё может быть впереди. Например, остался Стефан Дюран — вице-президент по технологии. Противоположный пример. Из Тольятти уехал инженер турецкого происхождения Сельчук Кура — вице-президент по инжинирингу. Фактически, это главный конструктор. На место Куры вернулся давний выпускник вазовских пенатов Евгений Шмелёв, покинувший автогигант в 2014 году после прихода Буандерсона. На счету Шмелёва — запуск Гранты, а также разработка проекта, который позднее превратился в Весту. Кстати, о разработке. Из Тольятти приходят однозначные сигналы, что «АвтоВАЗ» продолжает готовить запуск новых «Логана» и «Сандера». Если третье поколение машин дойдёт до конвейера, очевидно, что их будут выпускать под маркой «Лада». Согласие французов поставлять автокомпоненты подтвердил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Правда, детали теперь начнут приходить из дружественных стран. Основным условием является то, что компания «Рено» будет прикладывать максимальное усилие для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции. Кроме того, министр также подтвердил слова своего подчинённого, Дениса Пака, что «Лада» сможет использовать платформу Global Access, включая перспективные разработки. Но прямо сейчас «АвтоВАЗ» стоит. Режим простоя продлён до 27 мая, и полноценные заводы в Ижевске и Тольятти заработают не раньше лета. А вот другой актив группы «Рено» — «Московский завод» — передан не институту нами, а властям столицы. И без опциона на обратный выкуп. То есть столичный конвейер европейские владельцы фактически бросают. Теперь же «Марка Рено» официально попрощалась со своими дилерами. На специальном мероприятии руководители российского офиса объяснили продавцам «Логанов» и «Дастеров», что под французским брендом машины на территории России в ближайшие годы продаваться не будут. Это значит, что дилерским центрам предстоит либо закрыться, либо спешно переориентироваться на продажу автомобилей других марок. Кроме того, официальные станции смогут ремонтировать и обслуживать «Рено», но запчастями и техподдержкой теперь заведует «АвтоВАЗ». О возвращении марки на рынок, конечно, говорить рано. Но в теории всё складывается удачно. Ведь французы сходу решат давние проблемы с имиджем и внутренней конкуренцией. Забравший все бюджетные модели «АвтоВАЗ», технически и идеологически станет «русской дачей». А «Рено» получит возможность вернуться красиво. С моделями премиальными, европейскими, электрическими. А вот судьба московской площадки сейчас полна драматизма. Ирония судьбы понятна. Ведь «Рено России» — бывший «АвтоВАЗ» вырос из недостроенного завода двигателей АЗЛК, а почивший автогигант тоже принадлежал Москве. С известным результатом. Вообще, столичные власти открыто намеревались застроить территорию Южного речного порта и прилегающую к нему промзону бывшего москвича. Поэтому слухи о переносе производства кроссоверов в Тольятти ходили давно. И темп развития событий намекает на экстренную реализацию давно заготовленного сценария. Отсюда и кажущаяся лёгкость, с которой французы расстались со своим заводом. Ведь чем его занять, или как «не закрыть» — теперь это проблемы государства. «Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — заявил Сергей Собянин. Меж тем, по информации портала «Дром» из Москвы в Тольятти уже перевозят сварочные линии и другое оборудование, необходимое для выпуска дастеров на автовазе. Если это так, то столичный завод становится этаким «чемоданом без ручки». Ведь корпус, окрасочный комплекс и сборочная линия — не самые завидные активы, если нет ни сварки, ни штамповки. Однако перезапуск завода обещан уже в этом году. Поначалу планируются некие модели с двигателем внутреннего сгорания, а затем освоят электрички. С последними понятно — это намёк на КАМАЗ, который станет технологическим партнёром «Москвича». Однако разработанный питерским политехом проект трёхдверки КАМА-1 признан непригодным для индустриального производства. А над новым электромобилем КАМАЗ ещё только работает — и результат будет не раньше, чем через два-три года. Что сможет выпускать московский конвейер до появления КАМА — большой вопрос. Например, цеха на Волгоградском проспекте могут заинтересовать какую-нибудь китайскую марку — ту же «Черри», что примерялась к мощностям УАЗа. «Известие» уверяет, что администрация Москвы ведёт переговоры с китайскими марками «Джак», «Фау» или «Биуайди». Не лишена смысла и тема возрождения москвича. Конечно, не советского. В этом нет ни смысла, невозможностей. Однако в 2015 году права на товарный знак, всевозможные эмблемы, а также любые изображения, которые когда-либо использовались на автомобилях автозавода имени Ленинского Комсомола, зарегистрировала компания «Рено Россия». Предполагалось, что французы захотят именовать москвичами ультрадешёвые машины. Газета «Авторевью» уверяет, что специально для России «Рено» действительно разрабатывала такую модель на платформе Global Access. И её могут поставить на конвейер переименованного завода. Мы уже рассказывали, что российские власти намеревались позволить автозаводам выпускать технику упрощённого образца — без современной электроники, систем безопасности и с моторами низких экологических классов. И вот правительство опубликовало постановление, которое действительно отменяет многие пункты технического регламента. Притом разработчики не стали изобретать свежие стандарты, а лишь перепечатали формулировки многолетней давности. Так, для большинства категорий транспорта оказался легализован экологический класс «Евро-0», не действующий в Европе с 1992 года и с 2005 в России. Впрочем, дополнительно указаны нормативные документы на экостандарты всех поколений. Вплоть до Евро-5. Таким образом, каждый конкретный производитель сможет решить, до какого уровня ему стоит опускаться. Скажем, КАМАЗ начинает выпуск грузовиков, отвечающих нормам Евро-2, а АвтоВАЗ освоит производство машин Евро-3. Послабление позволит отказаться от дефицитных датчиков и блоков для впрысковых моторов, но не означает возвращение карбюраторов. Каталитический нейтрализатор остался обязательным, но только если изначально предусмотрен конструкцией. Кроме того, автозаводам разрешили выпускать автомобили без антиблокировочной системы. Сейчас исполнительные механизмы, датчики и блоки стали преогромным дефицитом, который регулярно тормозил конвейеры по всему миру. Вдобавок отменены современные краш-тесты. Отныне обязателен только лобовой удар о бетонный куб без перекрытия. Такое упрощение позволит отказаться от подушек безопасности, преднатяжителей ремней и других систем пассивной безопасности. Смежное решение — упрощение системы «Эроглонас». Теперь сигналом об аварии станет простое нажатие кнопки. Такие же «Эры» до сих пор были обязательны для ввозимых в страну поддержанных автомобилей. А в полном варианте «Эроглонас» автоматически отправляет оператору системы координаты места ДТП. На самом деле ободранные, как говорят автопромышленники, версии машин — явление исключительное. Например, упрощённые грузовики наверняка придутся по вкусу отечественным перевозчикам. А вот многие покупатели легковушек совершенно точно захотят иметь полный набор электронных ассистентов. Поэтому автопроизводители обязательно будут выпускать и упакованные модели — с антиблокировочной системой, подушками безопасности и моторами Евро-5. Какие заводы смогут пользоваться преференциями свежего постановления, пока не ясно. Минпромторг должен опубликовать актуальный список компаний. Но туда непременно войдут ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ. По некоторым данным, упрощённые камские грузовики начали собирать ещё весной. Экономике нужны тяжеловозы, какой бы дефицитной ни была электроника. На очереди АвтоВАЗ, который готовит ободранные, выражаясь заводским сленгом, гранты. У них нет подушек безопасности, антиблокировочной системы, а моторы отвечают нормам Евро-3. Дилеры начнут получать такие автомобили летом. Формально постановление номер 855 действует до 1 февраля 2023 года. Хотя документ, разумеется, придётся продлевать, если санкционная удавка не будет ослаблена.